Добрый день, друзья. После 1991 года основные поступления в украинский бюджет давали Юго-Восток и Киев. Почему Киев? Понятно. Это столица, тут крутятся все деньги страны, тут головные офисы крупнейших компаний, органы власти и так далее. А вот на Юго-Востоке была сосредоточена почти вся промышленность, за счет паразитирования на которой поднимались олигархи, да и вся остальная страна существовала довольно сыто. Вот только к появлению этой промышленности Украина не имела никакого отношения. Это все было наследие, канувшее в лету большой страны. Ведь именно при Романовых эти дикие степи были заселены и обустроены. Царские наместники строили Одессу и Николаев, Херсон и Запорожье. Именно тогда в край пришли большие деньги, на которые были построены заводы Донбасса и верфи Николаева, обустроены порты Одессы и Мариуполя. Товарищ Сталин от предшественников не отставал, добавив к царской промышленности новые гигантские предприятия. В итоге Советская Украина получила промышленность мирового уровня и очень приличные научные центры. Вот только это все создавалось в рамках великого государства, амбиции которого простирались на весь мир. А у обрубка образца 1991 года не было ни сил поддерживать это все, ни желания, ни самое главное понимание, зачем все это нужно. Но в Украине не нужны были ни производства баллистических ракет и сверхтяжелых самолетов, ни верфи, на которых строились авианосцы. Идеалом, к которому нужно было стремиться, были объявлены Вышиванка, Белонька-Хата и прочие пастральные прелести села 19 века. По большому счету, вся наукоемкая, сложная часть экономики оказалась ненужной и даже чуждой новым панам, а друзья с запада приложили руку к тому, чтобы уникальные предприятия побыстрее обанкротились. В середине нулевых годов мне пришлось побеседовать с одним очень информированным человеком о том, что ждет Украину. По его словам, страну ждала тотальная деградация экономики. Остаться должны были только работающие на экспорт металлургия с обслуживающим ее кластером да сельское хозяйство. Причем плодородные украинские черноземы по всей стране должны были перейти в руки нескольких крупных агропромышленных комплексов, которым для обслуживания их угодий нужен был минимум рабочей силы. Поэтому население целых регионов становилось лишним. А значит, села и мелкие города должны были обезлюдить, а их жители или уехать на заработки за рубеж, или перебраться в Киев и другие мегаполисы. Именно поэтому в украинских провинциях не развивалась ни медицинская, ни транспортная инфраструктура, примитизировалось образование и так далее. И вот сейчас, прикрывшись необходимостью войны с русскими агрессорами, Киев только активизировал депопуляцию своей провинции. В результате, чем бы ни окончилось СВО, население, особенно неукраинское и этнически, сократится. Промышленность будет оброшена на столетия назад, и Украина станет такой, как ее описывал мой собеседник 15 лет назад. Очень примитивной аграрной державой, с деградирующим населением, с отсутствием науки, примитивной культуры, но массовой злобой и прочими малоприятными социальными последствиями такой политики. Жаль, Украина действительно могла стать красивой страной, приятной для жизни, но ее правители ее загубили. Притом целенаправленно, сознательно загнали ее в эту яму, превратили в антироссию и пустили на убой. Это печально, но такова судьба Украины. Берегите себя. Всем удачи.